Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Кто-нибудь скажет, что происходит вообще? Так много хороших новостей. И все сразу за один день. Любая из этих новостей в прошлом году вызвала бы бычье ралли. Но, к сожалению, этот год совсем не такой, как предыдущий. Да, курсы подросли, но сегодня рынок снова покраснел. Не являлось ли это бычьей ловушкой? Собственно, 27 ноября этого года в Нью-Йорке прошел первый день конференции Consensus Invest. Это одна из самых главных блокчейн-конференций. На этой конференции были озвучены важные заявления, касающиеся биткоина в том числе. Давайте по главным пунктам и пройдемся. Первым выступал глава компании Ice Джеффри Шпрехер. Шпрехензи Дойч. Он отметил, что в его компании и на платформе Bakt не заботятся о текущей цене биткоина, запуская свой криптобизнес. Если кто-то не знает, Ice это крупнейший оператор бирж в мире, включая Нью-Йоркскую фондовую, где торгуются различные товары и ценные бумаги. Рынок биткоина пока не регулируется государством, но с запуском Bakt эта проблема будет решаться. По сути, весь монолог Джеффри был ответом на вопрос аудитории о недавнем падении биткоина. Важное объявление в ходе конференции сделал также и глава комиссии по ценным бумагам и биржам США. Биткоин и TF не будут одобрены, пока не решится проблема с манипуляциями. Цены, которые наблюдают розничные инвесторы, должны заслуживать доверия и быть свободными от манипуляций, заявил он. В разговоре об ICO, Клейтон назвал токены ценными бумагами. Впрочем, когда речь зашла о Ripple и токене XRP, глава SEC не смог определиться с определением. Тем не менее, большая часть ICO токенов подпадает под категорию ценных бумаг. Далее интересная новость, которая как будто пророчит наше будущее. В Швеции исчезают наличные деньги, и крона займет их место. Центральный банк страны уже тестирует цифровую валюту и крона. А множество аналитиков прогнозируют, что страна перестанет принимать наличные деньги к концу 2025 года. Кстати говоря, в странах Азии наблюдаются похожие тенденции. К примеру, сокращение использования наличных денег в Китае сделало невероятно популярными такие приложения, как Alipay. А в Японии и Южной Корее на этом фоне растет спрос на криптовалюты. Эти две страны теперь располагают вторым и третьим по величине крипторынком после США. Интересно, как скажется отказ от наличных денег в Швеции на криптовалютах? Отказ от налички не обязательно означает принятие криптовалют, это нужно понимать. Но шведский Центробанк тестирует цифровые альтернативы, а некоторые люди уже вживляют микрочипы в свои ладони, чтобы расплачиваться одним движением руки, как какой-нибудь Дарт Вейдер. Но если вы хотите тоже уйти в эру цифровых денег, в этом вам поможет мой мониторинг обменников ExchangeSumo.com. Огромный выбор валют, криптовалют, постоянная онлайн поддержка, помощь с выбором обменника и многое другое. Все это по ссылке в описании. Последняя новость на сегодня. NASDAQ и VENIC стали криптопартнерами. Цель сотрудничества NASDAQ и VENIC является появление биткоин фьючерсов 2.0, направленных на противодействие рыночным манипуляциям. В NASDAQ рассчитывают запустить платформу уже в первом квартале следующего года. Кстати говоря, VENIC также известна как компания-заявитель Bitcoin ETF, решение по которому SEC все еще не может принять. Собственно, как я уже и говорил, Bitcoin ETF будет одобрен тогда, когда решат проблему ценовых манипуляций. Вообще интересно, как глава SEC говорит о манипуляциях в то время, когда NASDAQ демонстрирует косвенные бычьи настроения. Поэтому они и говорят, когда, а не если. Как важно замечать такие мелочи. Пишите свои мысли по поводу этой конференции в комментариях. Кстати, по ней я еще видео сделаю, потому что материала там достаточно много. Поэтому подписывайтесь на канал, лайкайте, дизлайкайте, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Не забывайте заглядывать в описание под видео, там есть ссылки на все мои ресурсы, включая Telegram. В Telegram я публикую свои статьи, которых больше нигде нет, поэтому если вы хотите, можете подписаться. Всем удачи, богатейте и скоро увидимся.